Друзья, всем привет! Рада вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы поговорим об искусственном интеллекте и его многообразных сферах применения. ИИ уже давно перестал быть чем-то из области фантастики. Он стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. От простых голосовых помощников до сложных систем, способных анализировать огромный объем данных, искусственный интеллект открывает перед нами безграничные возможности. Вы когда-нибудь задумывались, как искусственный интеллект меняет медицину, образование, бизнес и даже искусство? В этом видео мы не только рассмотрим основные направления использования искусственного интеллекта, но и поделимся примерами, которые впечатляют и вдохновляют. Вы увидите, как машины могут помогать врачам ставить диагнозы, как они оптимизируют производственные процессы и как создают уникальные произведения искусства. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Теперь поехали! Первым делом давайте разберемся, что такое искусственный интеллект. Это сложные программы, способные имитировать деятельность человеческого головного мозга. Искусственный интеллект, как маленький ребенок, сначала впитывает в себя всю информацию, которую ему дают люди. Затем учится ее использовать и применяет в различных задачах. Например, решает примеры, пишет тексты и стихи, рисует изображения и делает прогнозы на основе данных. Искусственный интеллект способен обучаться и совершенствовать свои алгоритмы по мере накопления данных и опыта. В двух словах, искусственный интеллект – это крутая штука, которая облегчает жизнь современного человека. В каких сферах технологии искусственного интеллекта уже активно используют? Медицина. Искусственный интеллект активно внедряется в медицинскую сферу, технологии постоянно развиваются и совершенствуются. И использование искусственного интеллекта в медицине сегодня помогает врачам справляться с работой, а пациентам получать качественную медицинскую помощь, где бы они ни находились. Сделать диагностику заболеваний и регистрацию данных, разработать новые лекарственные средства, проанализировать клинические данные, спланировать лечение. С такими задачами искусственный интеллект справится на раз-два. Кроме этой работы, искусственному интеллекту можно поручить определение предрасположенности пациента к развитию конкретных патологий, прогнозирование течения заболеваний хронического типа, ранее выявление болезни, открываемые им возможности, выглядят крайне перспективными. Вот вам несколько примеров. Корпорация Intel разрабатывает программы на основе искусственного интеллекта, которые смогут определять пациентов, входящих в группу риска по опасным заболеваниям. Медроник вместе с IBM создали приложение для людей, страдающих сахарным диабетом. Платформа DeepMind компании Google используется национальной службой здравоохранения Великобритании, чтобы обнаружить определенные риски для здоровья на основе данных, собранных через мобильные приложения. Образование. Технологии на основе искусственного интеллекта меняют подход к работе с информацией, обучению и коммуникациям. Нейронные сети умеют искать и систематизировать данные, генерировать идеи и новый контент. Искусственный интеллект может проверять работы учеников, создавать опросники и тесты для контроля знаний, помогать определять уровень знаний студента и создавать для него персонализированный план обучения. Например, программа GreatScope позволяет провести тесты по физике, математике, химии, биологии и другим предметам. Сервис PrepAI позволяет создать тест на основе вашего материала или ввести тему в окно поиска и собрать контрольную работу по материалам из интернета. Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT способен поддерживать беседу с человеком, отвечать на вопросы и создавать различные тексты по запросу. Промышленная сфера. Искусственный интеллект может быть полезен во многих областях, производственной деятельности. Одно из основных преимуществ его использования – автоматизация рутинных задач, позволяющая ускорить процессы, снизить вероятность человеческих ошибок и повысить производительность. Использование искусственного интеллекта в производстве значительно повышает точность принятия решений, обеспечивает гибкость и адаптивность бизнес-процессов к меняющимся реалиям, экономию производственных затрат и снижение себестоимости продукции. Способствует росту эффективности производственной деятельности, помогает улучшить качество продукции через анализ данных. Смотрите сами. Компания Foxconn, производящая электронные продукты для таких гигантов, как Apple, Nintendo, Nokia, Sony и других, успешно внедрила на своих фабриках Google Cloud Visual Inspection AI для контроля качества. В 2018 году компания Toyota презентовала концепцию AI Team Logistics, которая отвечает за создание маршрутов в реальном времени для всех перевозчиков и машин. Сельское хозяйство. Как бы дико это ни звучало, но технологии искусственного интеллекта начали внедряться и в область сельского хозяйства. Более того, сегодня искусственный интеллект совершает настоящую революцию в сельском хозяйстве, превращая традиционные аграрные практики в высокотехнологичные процессы. В растениеводстве искусственный интеллект помогает анализировать состояние земли, контролировать рост и развитие растений, прогнозировать влияние природных факторов на урожайность, поддерживать благоприятные условия для сельскохозяйственных культур. С помощью технологии автоматизируются многие рутинные операции – посев, прополка, сбор урожая. В животноводстве искусственный интеллект позволяет составлять правильный и сбалансированный рацион для животных, следить за здоровьем и состоянием скота, анализировать поведение, контролировать объем кормления, мониторить перемещение. Ярким примером является платформа X-Farm. Она собирает данные с поля через сеть датчиков. Затем данные используются фермерами для принятия решений, что позволяет расходовать меньше ресурсов и быстрее реагировать на возникающие проблемы. Дорожное движение Сегодня умными светофорами в мегаполисах вряд ли можно кого-то удивить. Многие автомобилисты знают, что камеры постоянно анализируют дорожную ситуацию и помогают регулировать дорожное движение. Специальные приложения могут отслеживать погодные условия, плотность автомобильного потока, количество и место ДТП. Так водители могут заранее объехать пробки, места ремонта и прочее. Автоматизация проникает и в такую сферу, как вождение автомобилей. В автономных автомобилях нейронные сети используются как системы машинного обучения для распознавания дорожных знаков, других транспортных средств и прогнозирования движения. Система на базе искусственного интеллекта аккуратно ведет машину по улицам с соблюдением всех правил дорожного движения. Держите парочку наглядных примеров. Waze – мировой лидер в управлении дорожным движением, который использует искусственный интеллект для анализа данных на дороге в реальном времени. Автоматическое распознавание номерных знаков или ANPR – это технология, которая дает камерам суперспособность видеть и понимать номера машин. Tesla – автомобиль с уникальными способностями предвидеть дорожную ситуацию, реагировать на нее в режиме автопилота, а также с кучей других технологических фишек. Бытовая сфера. Наверняка вы уже слышали о существовании умных домов, системы искусственного интеллекта управляют освещением, отоплением, кондиционированием воздуха, системами безопасности и другими устройствами в доме, чтобы оптимизировать комфорт и уменьшить расход энергии. Но забудьте про умные дома и просто оглянитесь вокруг, что позволяет вам автоматизировать рутинные задачи с помощью умных устройств и приложений. Возможность управлять выключателем, чайником, роботом-пылесосом и другими домашними девайсами через голосового помощника. Это тоже заслуга искусственного интеллекта. Алгоритмы помощника обрабатывают голосовые команды и реагируют на них, запоминают правильные сценарии и постоянно совершенствуются. В перспективе гаджеты в квартире смогут персонализировать свою работу, основываясь не только на прямых командах, но и на распознавании лиц и голоса. Так какие продукты искусственного интеллекта есть у многих дома. Вот, к примеру, Siri – доброжелательный личный ассистент, активируемый голосовыми командами, помогающий в поиске информации и составлении планировщика. Бренд LG выпускает устройства с искусственным интеллектом, в том числе умные холодильники, телевизоры и стиральные машины. У них есть функции распознавания голоса, анализа данных и автоматического управления. Финансы. Использование искусственного интеллекта в этой сфере позволяет оптимизировать множество процессов. Генеративные модели искусственного интеллекта могут анализировать огромные объемы финансовых данных, выявлять скрытые закономерности и предсказывать рыночные тренды. Искусственный интеллект способен эффективно оценить кредитоспособность заемщиков, провести анализ документов, предоставить клиентам возможность взаимодействовать с банком через голосовые команды и через чат-ботов, и даже может помочь финансовым учреждениям обнаружить аномальные и подозрительные транзакции. Также искусственный интеллект способен выявлять признаки кибератак на основе анализа сетевого трафика, активности пользователей и других данных. Держите наглядные примеры. ERP-системы со встроенными ИИ-технологиями могут автоматизировать процессы, требующие точности, скорости и эффективности, такие как ввод данных, финансовые транзакции и базовые запросы на обслуживание клиентов. Компания Casisto создает специальные чат-роботы для банков и финансовых учреждений, чтобы клиенты могли через чат задавать вопросы, как, например, сколько я потратил на продукты в прошлом месяце. Маркетинг. В этой сфере искусственному интеллекту также есть где разгуляться. ИИ помогает анализировать большие объемы данных о потребителях, их предпочтениях и поведении в сети, чтобы разработчики товаров и услуг могли прогнозировать спрос, адаптировать свою стратегию маркетинга и повышать эффективность продаж. Благодаря автоматизации технической поддержки с помощью голосовых и текстовых ботов формируется индивидуальное предложение для покупателей на основе их поведения на сайте или в магазине и истории покупок. Также упрощает жизнь маркетологам генерация креативов и вордингов для рекламных объявлений, автоматизированная генерация описаний для карточек товара, быстрая адаптация материалов для различных языков, создание виртуальных инфлюенсеров. Например, сейчас доступно достаточно большое количество веб-сервисов, которые с помощью нейросетей генерируют логотипы на основе ввода нескольких параметров пользователям. Среди них Logo.ai, Formula.ai, Logo.master.ai. Сервис The Grid разработал интеллектуального робота-помощника MOLLE, который занимается разработкой сайтов на разных платформах. Искусство. По терминам ИИ-искусство мы подразумеваем картинку, сгенерированную при помощи искусственного интеллекта. Womba Dream, Stable Diffusion, Google Deep Dream, Gaogan 2, Me Journey или Google Collab Disco Diffusion. Мы встречаем ИИ-искусство повсеместно. Нейросеть способна воспроизвести музыку в стиле Элвиса Пресли, нарисовать обложку музыкального альбома, сгенерировать картину по мотивам творчества Караваджо или даже смонтировать фильм и анимацию. То есть ИИ-искусство – это коллаборация креативщика и системы искусственного интеллекта. Однако уровень участия художника может сильно варьироваться, влияя на результаты качества произведения. Количество арт-проектов с использованием нейросетей, а также художников, которые себя определяют как AI-artist, растет очень быстро. Примеров достаточно. Сугвен Чанг – канадская современная художница, использующая искусственный интеллект в своем творчестве. Рефик Анадол – известный художник и дизайнер, специализирующийся на иммерсивных и интерактивных инсталляциях. Он использует передовые алгоритмы для их преобразования в завораживающие визуальные и слуховые эффекты. Скотт Итон – мультидисциплинарный художник и дизайнер, специализирующийся на цифровой скульптуре и анатомии. В своих работах Итон часто создает гиперреалистичные скульптуры и фигуры, сочетая традиционные художественные техники с цифровыми инструментами. Разработка игр Если вы когда-либо играли в видеоигры, почти со стопроцентной вероятностью можно утверждать, вы взаимодействовали с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект в играх представляет собой все, что не запускается игроком во время игрового процесса. Это технологии, используемые для создания умного поведения персонажей и элементов в видеоиграх. Он обеспечивает взаимодействие и реакцию игрового мира на действия игрока, делая игру более увлекательной и реалистичной. Примеры использования ИИ в играх включают в себя создание врагов, которые могут стратегически планировать атаки, управлять ресурсами в стратегических играх или даже генерировать контент, как в процедурах генерации уровней. Так, игровой искусственный интеллект способствует улучшению игрового опыта, обеспечивая более динамичное и адаптивное взаимодействие. Некоторые игры используют игровой искусственный интеллект для создания уникальных уровней или карт, что позволяет игрокам исследовать новые и разнообразные игровые миры без необходимости ручного дизайна. Как, например, в Майнкрафт, процедурное генерирование контента используется для создания огромных, случайно сгенерированных миров, или в Rock Legacy, где каждое новое прохождение игры предлагает уникально сгенерированные уровни. Кроме вышеописанных десяти сфер применять современные технологии можно в аспекте экологии, астрологии, спорта, военного дела, сфере обслуживания и во многих других областях. На этом у нас все, друзья, спасибо вам за просмотр и не забудьте поделиться в комментариях, как лично вы относитесь к повсеместному внедрению искусственного интеллекта.